И так, 71 серия участка Мурманск-Магадан, седьмой день движения. В этой серии пройдем 74 с половиной километра. На пути очень мало населенных пунктов. Ну вот Амутинск, или Амутинск, с правой стороны сейчас будет, я титрами обозначил эти места. Далее по трассе. Небольшие населенные пункты, ежур, поселок Томбе. Я его не знаю. Потом Волоковые, Волоковые и ударение души. Мне бы неправильно ставили еще один, но не один, а три населенных пункта. Они с правой стороны по ходу движения будут. Это Васильевская, Ивановская и Константиновская. По всей вероятности деревни. А так, трасса довольно-таки свободная от населенных пунктов, каких-то крупных рек, озер, других водоемов не вижу. Но скучно смотреть. Звук уберите. Поставьте музыку. Заблюдайте за дорогой. Итак, продолжаем движение. Участок Амурманск-Магадан. 72 серия. Протяженность участка 85,6 километра. На участке почти нет населенных пунктов. Сейчас будет Афанасьево. Я тетрами отметил. И в конце тоже будет три поселка. Дорога тоже отмечена тетрами. А так, дорога малонаселенная. Имеется в виду, что мало деревень, поселков и так далее. Сразу сейчас отвечу на некоторые комментарии. Пользователь Александр Седьмой добавил комментарии. Проезжал здесь в прошлом году от Москвы через Ярославль до Перми. Очень красиво, но инфраструктуры мало. Совершенно верно. Я бы добавил еще вот что. Я проезжал по этой дороге зимой, в зимнее время. Снег убирают, но проезжая часть очень узкая. Едешь как ворыки, как в канале. Слева и справа высоченные сугробы. И расходишься со встречными машинами, чуть не сшибая зеркала. Поэтому примите к сведению, что в зимнее время тут могут быть затруднения. Так, пользователь мультималков добавил комментарий. Развернутый, подробный. Я бы рекомендовал всем, кому интересна история России, прочитать этот комментарий. Оказывается, в свое время город Слободской был меховой столицей России. Его иногда называют Вятский Суздаль. Здесь родились много знаменитых людей. Например, Александр Степанович Гримм. Это автор «Алых парусов», хирург, академик Акулеев. Но я рекомендую, кому интересно, почитать комментарий Мультималкова. Очень интересный. Я, честно говоря, ничего этого не знал. Так, комментарий пользователей. Константин Ало добавил комментарий. Про пирамидки нашел тут. И указывает ссылку. Я прошел по этой ссылке, но интересно стало, что там пишут. Значит, в основном пишут о том, что это чьи-то шутки. Кто-то прикалывается, кому-то делать нечего. Собирает, друг на друга вставит. Вот. Ну, ради прикола. Ну, это можно было бы принять на веру, но масштабы по всей России. От Карелии до Дальнего Востока и в Крыму очень много таких. В Бурятии. Сейчас про Бурятию чуть попозже. Значит, игру можно было бы принять как бы на веру, согласиться. Но примерно через 100 серий начнется трасса Р-504. Посмотрите, посмотрите, сколько там пирамид вдоль трассы, вдоль дороги. И пирамидки немаленькие. Фрагмент каждого камня, ну, я думаю, весом в несколько сотен килограмм. И водрузить вот друг на друга, ну, я не думаю, что до такой степени люди сошли с ума, что будут там сотни килограмм, общим весом, наверное, больше тонны, громоздить друг на друга ради прикола, ради шутки. И тут есть какой-то другой смысл. Смысл, который я пока не знаю. Да, еще про пирамидки. Значит, уже возвращаясь с Дальнего Востока, в Бурятии, двигался, увидел с левой стороны по ходу скала, огромная старая скала, ну, видно было. Вот. Очень сильно напоминало лицо старого человека. Когда поехал поближе, увидел там довольно-таки много машин останавливаются. и наверх ведет лестница 149 ступеней. Я поднялся наверх, наверное, около часа там находился, фотографировал, снимал. Ну, ладно, не буду забегать вперед. Просто имейте в виду, что вот в Бурятии есть такое место на реке Селинга. Что-то ругаться начал. Радиостанция, что ли, достала. Ну да, иногда многое начинает раздражать. Может быть, усталость накапливается, невольно у вас вырывается. Но мата нет, обратите внимание. Итак, продолжаем движение. Смотрите. Будут какие-то замечания. В рекомендации. Буду рад ответить. Если буду знать ответ, задавайте вопросы. Так, ну все, на этом я второй комментарий параллельный заканчиваю. Может быть, интересно будет накладывать музыку, чтоб не просто шорох шин. Ну, пишите. Что это такое? Неանась. Нехай. Да. Да. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Интересно Зимой Добавка Дима Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 У нас даже как-то неудобно, когда человек переживает, надо было отправить сообщение всем, что я несколько дней уходил на связь. Я супер не проехал, я, кажется, как троёх. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...